Девочки, мальчики, всем доброе утро! Вот, рука! Идёмте на работу. У меня осталось 4 минуты, чтобы успеть на автобус. Если не успею, потом 10 минут я должна ждать. Всего лишь одна остановка. Так, что я вам хочу сказать? Я сплю так крепко, сладко. И тут меня кто-то лапой такой тинь-тинь-тинь будет. Ну, конечно, кто ж беляш. Чтоб я ему дала лакомство. Ну, 20 минут оставалось до будильника. Думаю, сейчас зайду в ТикТок, посмотрю, что там. Зашла и была в шоке. Я, конечно, не знаю. Поэтому осуждать не буду. Хочу от вас узнать. Значит, я просто была в шоке, честно. Церковь. Полицейские батюшку таскают. Женщины кричат мне, начапайте, начапайте батюшку, начапайте батюшку. Я просто думаю, всякое может быть. Но в это время мне просто плохо стало, что... Ну, не то, что плохо стало, а просто на душе. Неприятно стало, что в Господнем доме скоро Пасха и скандал устраиваем. До чего мы дошли? Что действительно мы злим Бога, понимаете? Мы злим Бога, что... Скоро вот действительно случится то, что... Я вот... Вот это мне что не нравится, да? Везде вот это друг друга оскорбляют. Везде друг друга обижают. Это не то, что только у вас. И у нас. У нас с нашими соседями. Они наши кресты трогают. В ответ, конечно, идет то же самое, да? Конечно, я тоже им отвечаю. Это некрасиво, но я им отвечаю. Скажите, пожалуйста, да, чтобы я просто для себя успокоилась. Что сделал батюшка, чтобы вот так трясли батюшку в церкви? Понимаете? Я просто себя чувствую очень, ну, неудобно, так думаю, в Божьем доме. Я думала, что только надо молиться, сидеть и прощения просить. Ну, а скандалы, особенно полицейские, батюшку так таскают. Я думаю, что если батюшка в чем-то виноват, просто надо пойти, нормально с ним говорить, при всех его так вытягать. Скажите, пожалуйста, напишите мне в комментариях, чтобы я просто была спокойная. Все, я уже больше не могу держать, у меня рука болит всем. Пока-пока.